4 ноября, в День народного единства, в Подмосковье пройдет масштабная акция «Спортивно-патриотический марафон» под названием «Живу спортом». Об организации этого мероприятия журналистам рассказали на пресс-конференции, которая прошла в информагентстве ТАСС. Министр спорта Московской области Роман Терешков отметил, что главная цель марафона – объединить все спортивные сообщества региона. Мероприятие пройдет в Одинцовском районе, в парке имени Ларисы Лазутиной. Дистанции 5 километров, однако легкой прогулки не будет. Участников ждут 10 испытаний – стрельба, брусья, рукоход, пирамида и другие. Вместе с жителями Подмосковья марафон побегут известные спортсмены, актеры и общественные деятели, среди которых Роман Широков, Альберт Демченко, Сергей Безруков, Нонна Гришаева. Всего участие в марафоне примут 2000 человек. Все они прошли регистрацию на портале комплекса ГТО. Каждый из участников сможет на мобильной площадке, которую мы также уставляем, выполнить нормативы и не только пробежать 5000 километров, но и, зарегистрировавшись на сайте, получить сертификат. На сегодняшний день в Подмосковье 2 миллиона человек занимаются различными видами спорта – футбол, хоккей, баскетбол, плавание, борьба. В последнее время большую популярность приобрело фехтование. Во многом благодаря блестящему выступлению российских спортсменов на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, где мужская сборная по фехтованию на Рапире и женская команда саблисток стали чемпионами. А химчанка Яна Егорян выиграла золото и в индивидуальном зачете. Яна не скрывает радости от того, что в секцию по фехтованию, в частности в Химках, сейчас большая очередь. В скором времени планируется расширять границы. По программе губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье строят спортивные центры, бассейны, открывают тренировочные базы. Особое внимание уделяется отдаленным городам. Но даже жители тех районов, где еще нет крупных стадионов и широкого выбора спортивных секций, уже 4 ноября смогут принять участие в масштабном проекте, который объединит всех любителей спорта и здорового образа жизни.